Салютики, друзья! Давно не виделись, да? Со вчерашнего вечера. Как ваши дела? Мы вот с Александром сидим, варенички кушаем с картошкой. Очень люблю вареники с картошкой. Вообще, у меня, Саша, есть 4 пачки творога. Я хочу сегодня сделать либо сырники, либо ленивые вареники. Что выбираешь? Сырники. Правильно. Сама спросила, сама ответила. Пришла сегодня еще одна посылочка. Сейчас покушаю, покажу. Ну, а пока приятного аппетита. Саша с перчиком, а я вес люблю. Шпека не хватает. Кстати, да? Обжаренного. Зачем ты сейчас сказала? Я сейчас тоже об этом буду думать. Ну, уже поздно. Приятного. Кто говорит, что мы не собираемся всей семьей? Вот у нас. Уже нельзя, уже Тимур перебежит. Тимур еще со школы идет. Что, Лаза, мы плохо сидим? Кто о чем? Слушай, ты что-нибудь слышала про здоровое питание? Нет. Сейчас Тимур покажу. У меня инстаграм рекламу задолбала. Мне стало любопытно попробовать, Саша. Не смейся. И не плачь. На что твоя жена тратит деньги? Если вам понравится, я вам даже ссылку могу оставить. Там даже скидку можно получить. Сколько это там с моим ссылкой. Это какой-нибудь блогер делает? Нет, это просто реклама в инстаграм все время появляется. Так, это подарок шло к первому заказу. Ложечка диетанная. Давайте начнем с подарка. И чашка. Кокос, видишь? Я не знаю, может, плачь. Не знаю. А дальше идет вот такая вот ерунда. И вот такая. Хорошо. И к этому я заказала еще топинг. Будем питаться порошками теперь. Я вам не дам. А, ты себе только? И Милана. Мы девочки. Единственное, что я вижу, там это лаконий фрукт, который у нас. Который? Это просто сверху можно украшать. Да. В общем, смысл такой, что ты кладешь 4 столовые ложечки сюда, заливаешь водой, можно теплый, холодный какой-то там хочешь. Размешал, фрукты накидал, топинга там, вуаля. Полезно, вкусно, 6 часов сытые и не калорийно слишком. 6 часов? Ну, так в рекламе говорят. Вот, готовая 170 грамм. Я не знаю, сколько, наверное, так и получается 170. Видишь, 50 порошка и 120 миллилитров, ну, наверное, 120 грамм воды. В готовой порции 178 калорий. Не содержит сахара, только натуральный, который там. Короче, ты, наверное, хочешь посмотреть? Да, Тимурка пришел. Вот это составляющие. Вот конкретно этого. Это конкретно вот этого. А там, кстати, еще и протеиновые были, я потом заметила. Сделано в Германии. Нам сейчас ехать просто нужно. Я сейчас не буду размешивать. Покажу потом, как оно выглядит в готовом виде. Как сушеные перемолотые фрукты. Смотри. А что ты все открываешь? Ну, и мы же будем пробовать потом. Там еще были другие виды. Вкусно? Да. Типа нравится. Так, а это вот то, что вот сверху накидано. Вот это вот. Кроме фруктов можно еще накидать вот это. Да ладно, это обычные мюшки. Только дороже. И сколько это все стоило? Ну, не помню. Так долго шло, что я уже забыла. И вот, смотри. Ты устал? У меня из-за наборят. Из-за стелек? Нет. Из-за чего? Ходился я очень много. Примене я тут был. Я думаю, что топинг брать не стоило. Это кишью, клубника та же сушеная. Может, как и я съем? Ну, нет, будем. С молочком. Сморозно рассыпаться. Я, кстати, думаю, да, можем не с водой, а с молочком делать вот это все. Будет вкуснее еще. Только калорийнее немножко. Приедем. Попробуем. А пока по делам. Едем, в общем, везем Артема на английский. Завтра у него большая контрольная. Сегодня заключительная подготовительная у него. Подготовительный урок. Это будет последняя, да, в этом году такая большая контрольная? А, потом еще будет централизованный экзамен, типа, да? Или как-то? Это будет последняя обыкновенная работа, которую мы все. У него на эти недели две контрольные большие, и на следующие, да, две? На следующий тиждень. А потом будет в конце учебного года вот эти вот, общегосударственная, да? Да. Централизованная. Да. По всем предметам тоже, да? Математика, английский, немецкий. Математика, английский, немецкий. Все, и выпускник. Выпустим Артема на английский, и для Милани покупать обувь. Я думала, что мы пойдем в город, просто в центр и по магазинам. Я думала, что-то купить ей такого типа, как у Артема или у Тимура. Ну, такое что-то классическое, светлое, чтобы под все, знаете. Кроссовки, кеды. Кроссовки. Она вчера заявила, что она хочет скетчерс. И не просто скетчерс, а еще все-таки те, которые светятся. Я уже думала, что все, она уже от этого отошла. А такие скетчерсы раньше были у нас в Шоя-центре. В центре города раньше был один магазин. Теперь его, по-моему, закрыли, насколько я помню. В общем, поедем в другой, поэтому... Нам по пути собрались все и едем. Тимурка только дома остался. Пришел со школы, ему сегодня никуда не надо. Она отдыхает. Вот так вот. Слушай, сидели сейчас, разбирались же дальше с этими... Кто-то слышит с коньками. Вот какой-то доставщик, почтальон, не знаю, как он назвать, курьер, вот. Сделал проблему, а тебе ее решай теперь. И думай, как свои деньги получить обратно. Не проблему, а украл. Ну, украл, да. Это воровство с его стороны. Со стороны магазина все в порядке. Они нам, оказывается, еще в пятницу выслали. Мы просто сразу не заметили анкету. Ну, такой формуляр. О, сколько споров, слушай, пожарные. Ой-ой-ой. Наверное, где-то мусор не загорелся. Для курьера. Три споры, две пожарные. Или наоборот, в общем-то, глобально. И нужно просто заполнить, да, там, свои данные. Отметить галочкой, что да, ты действительно не получил. Получается так, что человек украл посылку. Давай будем говорить откровенно, да, 99% что он украл. Потому что, если бы он не украл, он мог написать, что не было дома. Он мог оставить соседям, там, или еще что-нибудь написать. Но он... Мог отметить, что он оставил в подъезде, в конце концов. Но не лично в руки передал. Но он конкретно написал, что передал в руки Тане. Значит, это было воровство. Он знает, что он не передавал. Насчет подписи, там спрашивали, есть ли подпись. Я не знаю, поставил ли он там от меня подпись. Понятий нет. И получается вот так. Ты не получил. Значит, ты должен звонить в ДПД. В службу доставки. Они говорят тебе, звоните... Или пишите... В магазин, где вы покупали. Ты пишешь в магазин. Потом магазин присылает тебе формуляр от ДПД. Там написано прямо на формуляре, что это от ДПД. Ты его заполняешь. Где, что, там. Что ты не получил посылку, номер посылки и так далее. У меня там написано, что вы несете там ответственность за то, что если вы обманули, если бы все-таки вы получили, то это подсудное дело там, да? Вот интересно, думаю, а вы не несете ответственность? А вот то, что вы, да, то, что вы обманули, что ваш работник украл, это не подсудное дело? Что вы делали мою подпись, если она там есть, например, да? Ну, то есть какой-то засранец просто решил украсть посылку, а ты должен бегать и доказывать везде, искать варианты, заполнять какие-то там где-то. Ну, можно, конечно, играться дальше. Можно запросить мою подпись. Наверняка, на такие дорогие товары подпись должна оставить. В последнее время очень редко подписи спрашивают, что ДХЛ, что, в принципе, они просто вручают и пошли. Но если что-то подороже, оно же застраховано, наверное, все-таки должна быть подпись. А вот интересно, запросить мою подпись, и если она реально подделана, можно же тоже в суд подать за подделку. Можно пойти к адвокату. Потому что чего мы страховку платим? Надо же и как-то ее отбивать. Можно пойти к адвокату. Вам посмотрим, как все это пройдет. Ну, просто обидно то, что ты, как добропорядочный человек, просто ждал свою посылку заказанную, и сейчас должен и везде что-то звонить кому-то, писать, доказывать, заполнять. И лишний раз уже такие дорогие вещи заказывать уже подумаешь, да? Ну, во всяком случае, через ДПД. Кто-то писал, что когда делает заказ, смотрит, если доставка ДПД, заказ не делает. Наверное, уже к этому придется склоняться. Потому что с другими компаниями у нас уже еще такого, слава богу, не было. Это вот первый случай такой. Я бы обращал на это внимание в будущем, конечно. Ну, по вашим отзывам, да, я так поняла, что все-таки с ней. А, главное, я зашел в интернет, думал, где написать жалобу на этого водителя. На курьера. На курьера. Так и написал, да, что вот в поисковике, он там выдал номер телефона, звоните сюда. Звоню. И там говорят, автоответчик говорит, вбейте номер вашей посылки. Вбиваю. Вбейте ваш почтовый индекс. Вбиваю. И мне говорят, просто информацию. Ваша посылка была доставлена. Вас только-то, вас только-то в такой день по такому-то адресу. И получатель Татьяна Тарнавская. Желаете, чтобы мы повторили эту информацию? Все. То есть, я желаю написать заявление на вашего водителя, что он вор. А такое мне никто не предлагает. Саша звонил, он просто хотел выяснить, куда писать. Потому что куда-то в общак она попадет, когда его найдут. Вообще, ну, есть, наверное, какой-то определенный адрес, e-mail. Ну, я про гугли искал. Я прям писал в гугли, прямыми словами, что... Короче. Кеммарой. Ну, я думаю, мы вернем деньги, но просто... Деньги-то вернем. Ну, можно же, я же через PayPal оплачивала. Можно там еще, ну, замельдовать, да, что у тебя проблема. Это все хорошо решается. Вот этого я не переживаю. Просто обидно как-то. Хотели подарок Саше сделать, да, заказали. Путь тебе, пожалуйста, разгребай лопаткой. А сейчас Таня говорит, ну, что, мы деньги вернем тебе, будем опять заказывать. Или просто уже деньги себе. А я говорю, я уже не знаю. Ну, как-то уже перегорело. Хотелось. Прям так ждал, уже думал, когда уже поедет на коньках кататься. Все спрашивал, сколько там осталось. Я говорю, вот, вот сегодня придет уже. То есть он реально прям вот был на подъеме и хотел кататься. А теперь уже все, как отлегло, говорит, что я уже и не знаю. Накатался. Вот, как-то так. Не факт, конечно, что здесь будет то, что Милана хотела. Но хотя бы попробуем найти. Нет, так что-нибудь другое, альтернативное, да? Он написан в скетчерс. Ну, тут именно таких светящихся, я не уверена, что будет. То, что скетчерс есть, так и до 100%. Ну, вот. Максимум до 35-го размера. Где они там светятся? Ну, должны, да. Пойдем дальше, посмотрим. Тут по размерам. Стенды по размерам, видите? 32, 39. Вот нам, наверное, 38 надо. Ну, есть? 37 же, наверное, нет тебе уже 38 надо или какие? Не знаешь? Так. Что тут? Нету? Ну, наверное, нету. Это уже просто теплые. Это хорошие. Это под все, Том Тейлор. Они под джинсы, под юбочку. И под джинсы, и под юбочку. Они не красивые. Я предлагала найки, как у Артема. Нет, ей не нравится. Это все не красиво. Вот высокая подошва, как ты любишь. Она слишком низкая, вот эта верхняя. А зачем тебе верхняя высокая? Может, и галоши купить? Они высокие. Вот такие? Ты серьезно такой, Милан? Да, сада. Ну, вот черно-белые. Черные мне не нравятся. Они не черные, не черно-белые. Вот эта проблемка. Да, вот кусочки. Нет, под деревьем, пап, у них ползать неудобно. Сучатся. Я говорю, не это, а вот это. А соседка наша говорила, что вот это вот фирмы удобные, башмаки. Ну, это, конечно, сейчас еще нет, они... Ну, принимаешь. Не пустяки, а кеды. Кеды, да. Нужно что-то более влага... Ой, какие удобные, мягенькие. Саш, потрогай, Саш. Вот эти вот. Эти не тряпичные. Саш, да? Саш, да? Я жду от Саши согласия. Я настаиваю на то, что они удобные и классные. Скажи да. Скажи, конечно. Попробуй что-то другое сказать. Ага, выбрала. Милана, смотри, какие классные. Вот серенькие есть такие, если ты не хочешь белые. Слушай, смотри. Ну, правда, если такие брать, то уже кожаные, правда? Кстати, по ощущениям, как будто бы да. Как вспомнишь наше детство? Все в одинаковых сандалих бегали. И не парили. Нет, это не кожа, конечно. Ой, вот, Саш, смотри, какие классные. Это, конечно, не то, что сейчас Милане надо, но вообще. Вон она, как босиком. Вообще супер стиль. Мы их можно вообще не сдвигать. Потому что я поставила... Ой, Милан, вот такие. Ну, не сейчас, конечно, а вообще. Пусть входит босиком. Вот, на весну. Смотри, Саш, смотри, какие классные. А, вот в каком году застряла. Это ты застряла, не знаешь, такое удобно. Вот баленсиаги. Она ходит сапога. Она ходит, потому что у нее все остальное уже все. Ну и пусть ходит дальше. Ну и ходи в своих баленсиагах. В лабутенах резиновых. Саш, ты уже пошла в 42 размер. Слава богу, пока еще не актуально. Ну вот какая у нас обувь примерно. Смотрите, да, что у нас продают. Почем? Миланочка, а вот такие, вот смотри. Слишком низко. Как низко. Вот, Саш, да? Что я низко. Мне тоже такие не нравятся, если честно. Ну и послушай, чтоб хоть что-то. Ну в ее возрасте могли бы вот такие понравиться. О, написано, Милан, смотри. Вот, написано, что это сейчас в тренде. Это для них, а для меня вообще нет. Ну смотри, ты хотела высокие. Ну какие высокие. А, ну это ужасно. Они белые, они быстрые спачкали. А вон черные есть такие. Не-не-не-не-не. Так ты не полазишься. Уж ты какая-то ты душная голова вообще просто. Потому я и не хотела с ней идти за обувью. И сходят то, что есть. И сандалики. Потому что я в магазинах иногда вижу красивые, но они все не моих размеров. Короче, и магазин на самом деле так себе выбрать. Тут не очень. Просто по пути был. Да, у нас Вахинь, я уже говорила. В принципе, выбор так себе. Те, что мы брали, Миланки тогда дорогие, зимние, уже порвались уже. Ну да. Ничего мы там не выбрали. Только мозг вынесли. Сейчас заедем по-быстрому в Декатлон. Съездим в другой филиал. И там уже все. Нравится, не нравится, бери что хочешь. Потому что я второй такой вылазки не выдержу. Главное, что предлагаю разные варианты. Ну посмотри, ты помей хоть что-то. Классический Адидас предлагала беленький. Под все подходят. Для начала купи такие, а потом уже что-то еще. Короче, да. Да. У вас с вашими девочками так же сложно. Еще, конечно, в некоторых странах выбор поинтереснее. Может быть, и в городах тоже у нас просто выбрать не ищем. Ну мне непонятно. Я вижу, что большой выбор лично. Лично для меня очень большой. У меня прям разбегаются глаза. Серьезно? Ты когда себе что-то выбираешь, тебе легко выбрать? Нет, не легко, но выбор-то большой. Ну да, но все какое-то колхозное, старые модные модели какие-то неактуальные. Может, такие есть. Или пенсионеров. Сейчас за катлон зайдем, и Милану мелочь свою поменять хочется. Делайте статки, сколько там будет? Милана думает, что около 10 евро будет. Я думаю, что нет. Я говорю 8 где-то. Я думаю 5. 8-9 где-то так. Я думаю 5. Ты говорила больше 10 будет. Да, ты говорила. Я начала сомневаться. Я не говорила, что тут 9. Зато еще шли-шли, и случайно Милане рюкзак купили новый. Потому что ее тот, что она для школы покупала, уже давно порвался. Я так и думала, что он одноразовый. Не знаю, насколько этого хватит, но до конца учебного года должно. Плюс, если куда-нибудь ехать, он такой более вместительный, можно туда что-то с собой класть. Сколько там отделений? Вот здесь. Здесь кармашек. Нормально. Расцветка веселенькая. Вот он аппарат. Coinstar. Они берут, по-моему, сколько? 10% или сколько? Сейчас покажу, по-моему. От 1 евро? Так, вот 9,9%. Ага. Сейчас будем еще... Подожди, подожди, подожди. Акцептируем. Может быть, надо пролистать где-то, чтобы не откажем. Не, не надо. Акцептируем. Все, засыпай сюда. Потом поднимай, да. И рукой помогай. Все, чуть еще. Еще высыпай. Нет, все сразу высыпай. Да, все. Я точно проиграла уже. А, уже все съела? Ну ладно. Даже больше 10 будет. Я не было, не читала. Мережа. Нет, я не читала. Все? Ого. Там, по сути, больших монет не было. 10, 5. Вот он показывает, сколько их было. Видишь? О, папа, мы 20. Единицы 0, 50 0, 20, 10. Ну, 20 там не 4 было. В основном 10. О, 22 евро. Валенте, ты сказочно богата. Я думала, меньше. В два раза, да? Плафетик нажимай. Плафетик. Куда потом надо зайти? На информацию. На кассу. Можно либо купить продукты на них, либо деньгами взять. Я деньгами. Найн. Я пишу на кассе. Найн нажми. Найн? Почему? Ну, она не пользовалась. Все, бери сейчас. Талончик. И туда, к тете на обмен. Довольная? Теперь опять будет думать, на что же ей быстрее бы потратить, да? Нет. Вот, так как в Милане жгут деньги карманы, это еще, да. Пора просто не спать спокойно. Сразу тратить надо. А Тимур в его возрасте очень хорошо копил. Теперь, правда, нет уже? Нет, Тимур просто нашел, на что тратить. Он нашел, куда их можно тратить. Сейчас, да. А раньше он не знал. А раньше он не знал, на что тратить. Они у него и лежали. По 200, по 300 евро у него копилось. Без проблем. Теперь проблематично. Потому что он много покупает игр онлайн. Ну, ему, с другой стороны, приносит это удовольствие. Деньги тратит на удовольствие. Можно онлайн заказать, Саша. Саша хотел бы ЦА купить. Давай, пришли мне ссылку, я закажу. Аминокислоты. А, потому что нет, здесь выгодят. Ну, да. Один только вариант, вон те. Гигантские какие-то. Фирмен полный. Надо было в центр, все-таки, да, ты прав. Миланку еще я, она куда-то унеслась. Так, папа сдался. Не пошел больше с нами. Вот, Милан, смотри. Эти не светятся, да? Ну, вот здесь есть, смотри, 36-й хотя бы уже. Ну, еще не 38-й. По другую сторону, Милан, здесь. В общем, папа сдался, остался в машине. Мне тоже с удовольствием, но кому-то надо было ей пойти. В общем, столько красивых, Милана говорит, скетчерсов. Посмотрите, вот столько красивых, ярких, да, но все не Миланиного размера. Самые большие, что я нашла, 36-й. Милана говорит, а вот 36-й. 37-й Милан есть даже. Ну-ка. Вот, 39-й. 38-й. Ну, вот такие, тоже ничего. Нет, это уже не то. Ну, зато размер твой есть. Ну, это на резинке, тоже неплохо. Ну, вот, опять не то. Тут хотя бы размер есть. Я уже думала, сейчас, фух, по-быстрому купим. А здесь смотрела? Ну, смотри. Ну, в результате сошлись на таких. В принципе, они и в предыдущем магазине были. По-моему, типа, как у Тимурки были, только рассветка другая. Ей больше нравятся вот такие, как у Тимура были, но это только мужские. Поменьше размеры, вот, женские. Только такая рассветка. Ну, мне кажется, так как Милана ползает по деревьям, вот она и везде бурзается, то и такая рассветка хорошо. Смотрится аккуратно, красиво, ничего не скажу. Заходи, Саш. Заходи. У нас Тимур же был дома. И что? Тимур, кстати, заболел, 38 температура, бедный мальчик. И что ж там был дома? Сосед принес посылку. А мы на почтальонах. Но все равно нужно правильно заполнять. Ну, а почему он написал твою фамилию? Ну, вот это твоя посылка. Все сходится, потому что фирма-то. Легкие такие. Может, подвинили это-то? А что теперь делать? Теперь нужно сообщить, что все в порядке, нашлась посылка. Нормально вообще? Я сейчас должен опять писать всем. А мы, главное, в пятницу получили эту анкету. И только сегодня, вот буквально перед тем, как выехали из дома, заполнили ее и отправили. Все, напиши. Отмена, отмена. А вот и отгадка, почему несутся скорые, пожарные. Нам только что написали в комментариях, а я зашла в интернете, реально прочитала новости. У нас, оказывается, в больнице захватили заложников. Несколько человек. Прямо возле нас. Ближайшая к нам больница. Это вот, куда мы с Артемом ходили после того, как авария была, где Миланке гипс сделали. В общем, самая ближайшая к нам больница. И потому здесь вертолеты и скорые, потому что пациентов перевозят, эвакуируют. Тяжелых пациентов в другие больницы. В общем, кого, куда, я так понимаю. Я никого не видел по пути школы, я обратно никого не видел. Ну, это сейчас, вот мы сейчас ехали, везде движения все носятся. Кошмар, что творится. Это уже когда мы выезжали с дома, уже скорые носились все. Да. А я с ним вертолет летает, я еще заметил когда. Я тоже видела, что летает несколько, да. Ну, неизвестно пока с какой целью, что он хочет, какие его требования и кто это вообще. Ужас. Вчера, да, что-то где-то позавчера было, что-то там тоже что-то было. Ну, не у нас, а вообще. Солдат какой-то расстрелял людей в квартире где-то было. Тоже в Германии, да. Тем временем Саша мерит ролики. Не ролики. Блин, коньки. Просто мне не укладывается, что зима закончилась, а Саша только коньки мерит. А у нас что зима, что не зима. Давай градусник свой. Горло болит, что еще? Голова. О, 38 с половиной уже. Да, Тимонька. Маленькие? Ну, я чувствую, как упирается палец большой. Чуть-чуть. 44 с половиной, Саша 44-й мерит. Не сильно, но чуть-чуть. Это, кстати, формовочные коньки, их надо нагревать и формовку делать под ногу. Надо узнать, где их можно сделать. Ну, спортивный магазин наверняка. Интересно так. У него конек как будто немножко на бок. Тут божну-ка? Не знаю, отсюда не выглядит. А я-то тоже иногда чувствую на каеках. Нет, это такая просто. Ну, это считается хоккейная. Так, папа, да, такие есть. Да, у них надо такие есть немножко. Интересно. С какой целью. Попробует носок потеплее. Как будет. Ну, только-только. А это 44 с половиной. Ну, по-круче, 45-й брать надо. В общем, Саша все еще не наиграется. Ну, в общем, мы поняли, в чем проблема. Это размер девятка, то есть 43-й. Нужно было десятку. Ну, забыл бы десятка, да. Я заказывала 44 с половиной. И я сейчас не могу найти вот это подтверждение email с заказом. Сюда они ничего не вложили, никакую бумагу. Ну, в общем. Вообще коньки офигенские. Надо менять. Очень легкие, удобные. Они просто классные. Ну, прям вот охрененно. Вот такие хорошие коньки, как я никогда не катался в своей жизни еще. Я, в принципе, нормально чувствую. Чуть-чуть, вот в этом чуть-чуть касается палец стенки передней. Ну, как бы можно было бы и привыкнуть, по идее. Зачем? На другой стороне должны же быть все-таки по размеру правильнее. За такие деньги уже хочется, чтобы они сели хорошо, правильно? Ну, да, конечно. Ничего не мешалось. Вот напиши им сейчас, что коньки сосед принес, но они маленькие, что надо поменять на размер больше. Вот видишь, это опять же халатность. Если он отдал соседу, то ты напиши, что ты отдал соседу. Напиши бумажку. Ну, да. А сосед просто все это время ждал, пока мы придем и заберем. Что ему носить? А он-то не знал, что у нас бумажки нет. Напиши бумажку, что отдал соседу, а не Татьяне Тарнавской. Просто сосед, тот, который у нас живет на самом верхнем этаже, ему очень редко отдают наши посылки. Да, практически никогда. Практически никогда. Да, пару раз, наверное, всего за все время. Поэтому мы сходили буквально к ближайшим, да? У которых фамилия похожая на нашу. Ну, чтобы исключить, что просто он попутал. А это просто было лень. Ему было лень писать бумажку. Он просто отдал. Написал, что отдал тебе. С потом разберутся. Побежал дальше. Все, нет времени. Какие вот. Почтали ел. Саша сказал, что сырники мы на ночь уже все равно не будем. Нету смысла делать. Говорит, давай лучше картошки пожарим и котлетки погреем. В принципе, я мужа поддерживаю. Но Милана говорит, попробуем давай вот эту штуку тоже сделай мне. Так что делали. Сколько там надо было ложек столовых? Четыре. Пятьдесят грамм. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре столовые ложки и примерно сто двадцать грамм. Я не знаю, я тут прям по миллилитрам не замеряла, поэтому буду по консистенции смотреть. Прям как Бэби Браймелан. Ага. Пахнет вкусно ягодками. Так. Не знаю, хорошо там раз. Я думаю, хватает консистенции нормально. Я думаю, больше не надо. Или чуть-чуть. Ага. И насыпать тебе вот чего-то из этого. А что это? Вот это. Вот смотри. Или вот такое можно. Или вот такое еще. Хочешь что-то сюда? Ну, не знаю. Ну, что, попробуй так? Ну, что-то. Вкусненько. Как Бэби Браймелан. Сыпаешь что-то из этого? Тоже не знаю. Может, покажешь ничего? Просто попробую, так? Хорошо. Хорошо, потом тема напомню. Посмотрела, нашла, нашла, заказывала коньки. Все правильно. Сорок четвертого с половиной просто неправильные прислали. Это просто не судьба называется. В общем, завтра будем уже с ними разбираться, писать им письмо насчет размера, возврата и так далее. Потому что написано в разврат за свой счет, только если это не их косяк. Да, но это их косяк. Все, друзья, мы присели и идем спать. Так что вам напоминаю, не забудьте поприседать, кто приседает с нами. Прощаемся с вами до завтра. Сегодня какой-то день, дребит день. Всех обнимаю, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok